Всем привет, вы на канале Дешевый Китай. Сегодня я покажу интересную подборку с товарами для вашего автомобиля, которые могут вам пригодиться. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом в размере 1000 рублей. Измеритель шага резьбы. В ходе ремонта и обслуживания автомобиля часто случается, что гайка затерялась или вовсе разломалась, поэтому вам нужно подобрать новую. Но как правильно подобрать гайку, не прогадав с шагом резьбы. Методом тыка можно повредить резьбу на шпильке, и тогда вам понадобится не только новая гайка. Этот щуп, изготовленный из нержавеющей стали, имеет 52 лезвия для измерения шага резьбы. Он позволяет определить шаг от 0,25 до 6 мм. Вес щупа 73 грамма, длина в сложенном состоянии 67 мм. Сумка, которая крепится ремнями на крышу авто, на предустановленные рейлинги или багажник. Так как крепление универсальное, дорожная сумка применима на любом автомобиле, кроме кабриолетов. Длина сумки 109 см, ширина 86 см, объем 425 литров. Максимальный вес груза, который можно поместить в эту сумку – 30 кг. Сумка отлично подойдет для перевозки объемных, но не слишком тяжелых вещей, таких как туристические принадлежности, палатки, спальные мешки и прочее. Важное замечание – она водонепроницаемая. Автомобильный видеорегистратор уже давно стал важнейшим атрибутом безопасности движения авто. При любых дорожных спорах и разбирательствах запись с видеорегистратора служит основным аргументом. Поэтому очень важно, чтобы качество съемки регистратора было хорошим. К сожалению, не все модели снимают ночью так же качественно, как и днем, а ведь и в темное время случаются происшествия. Данный регистратор имеет функцию ночного видения, датчик удара и датчик движения. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ. Также видеорегистратор имеет встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi для быстрой передачи данных. Видео записывается в HD-качестве с частотой кадров в 60 FPS. Регистратор крепится на стекло с помощью двустороннего скотча. В комплекте идут адаптер питания и инструкция. Мы носим ключи от автомобиля в кармане, бросаем их на стол или просто перебираем в руках. В результате таких манипуляций пластик корпуса ключа царапается и затирается. Чтобы предотвратить повреждение ключа и не дать ему состариться раньше времени, подберите под него красивый чехол. У продавца есть большой выбор чехлов на ключи для разных моделей, широкий ассортимент материалов и цветов. Это устройство для тех, кто устал от кучи различных проводов, которыми мы заряжаем свои гаджеты в автомобиле. Хватит это терпеть! Заряжайте свой телефон с помощью беспроводной зарядки. Больше вам не придется смотреть на болтающиеся шнуры на панели. Особенность данного устройства в том, что оно является зарядкой и держателем одновременно. Его можно закрепить на дефлекторе воздуховода, панели или лобовом стекле. Держатель универсальный, захват регулируется под любой смартфон. Зарядка осуществляется током в 2 Ампера. Полезная вещь для тех, кто часто копается самостоятельно под машиной. Лампа выполнена из полосы светодиодов. Длина лампы 40 см. Удобно подключается напрямую к аккумулятору с помощью зажимов крокодилов. Благодаря длине кабеля в 155 см, лампу можно разместить в удобном месте в подкапотном пространстве. Корпус лампы защищен от попадания влаги, пыли или масла. Цвет свечения светодиодов белый. Тестер аккумулятора и генератора позволяет предотвратить проблемы с напряжением в бортовой сети автомобиля. В случае, если напряжение будет низким, аккумулятор сядет и автомобиль не заведется, а если высоким, могут выйти из строя электроустройства. С помощью прибора можно определить уровень заряда АКБ, его морозоустойчивость, а также измерить напряжение на аккумуляторе и непосредственно на выводах генератора. Размер устройства 203х100х64 мм. Тестер предназначен для диагностики авто с напряжением в 12В. Информация отображается на дисплее и индикаторных лампочках. К аккумуляторной батарее подключается зажимами-крокодилами. Android магнитола с выдвижным дисплеем. Размер экрана составляет 7 дюймов. Версия операционной системы 6.0. В наличии имеются блютус и вайфай. Магнитола изготовлена из пластика с металлическими вставками. Есть возможность подключения кнопок управления на руле и камер обзора. Мощность аудиоусилителя составляет 45 Вт на 4 канала. Магнитола устанавливается в штатное место на панели размером 1 Дин. Есть русский язык. В общем, это магнитола с отличным функционалом Android планшета. Вес устройства составляет 2 кг. Если у вас есть необходимость работать с ноутбуком во время поездок на автомобиле, то вам стоит обратить внимание на данный столик. Он позволяет более комфортно разместить компьютер и выполнять нужную работу. Столик крепится на спинку переднего сидения и выполняет еще и роль кейса. То есть, по окончании работы вы можете сложить столик и закрыть в нем ноутбук, как в сумке. Размеры сумки составляют 380х325х20 мм. Материал изготовления – плотная ткань. Цвет классический черный. Крепление столика универсальное, он подойдет к любому автомобилю. За ним также можно принимать пищу. Недаром эксплуатация автомобиля с неисправным стоп-сигналом запрещена. Неработающий сигнал торможения может привести к аварии, так как позади едущий водитель не сумеет вовремя среагировать на вашу остановку. В условиях недостаточной видимости, в плохую погоду, стандартных стоп-сигналов на борту авто может быть недостаточно. Поэтому можно установить дополнительный и не бояться, что в вас въедет какой-нибудь разява. Данный сигнал светодиодный и работает от 12 вольт. Фонарь можно установить как снаружи авто, так и за задним стеклом. Вся необходимая проводка для установки идет в комплекте. Магазин предлагает широкий ассортимент держателей для вашего автомобиля. Подиум для приборов отличается от аналогов своей обтекаемой формой. Чтобы установить его на ту или иную модель, необходимо разогреть деталь, используя специальный фен. Пластик, из которого изготовлен подиум, имеет толщину 3 мм. Главное его свойство – даже под воздействием прямых солнечных лучей не подвергаться деформации. Также стоит упомянуть, что он предназначен для установки трех приборов. Таким образом, главные дополнительные данные о работе силового агрегата и узлов автомобиля будут сосредоточены в одной зоне прямо перед водителем. У продавца есть и другие модификации, вы сможете подобрать нужное для своих целей. Нередко при ремонте авто необходимо выставить точный зазор между различными элементами. Для этих целей используются щупы. Предлагаемый набор щупов из нержавеющей стали имеет 17 лепестков, позволяющих проводить измерения в диапазоне от 0,02 до 1 мм. Накладки на тормозной барабан – это декоративная вещь, которая прибавляет эстетики задним тормозам автомобиля. На многих автомобилях задние тормоза барабанные. Со временем корпус барабана от постоянного воздействия воды, грязи и реагентов ржавеет, изрядно ухудшая внешний облик авто. Накладки позволяют скрыть дефекты, к тому же создают впечатление, что тормоза дисковые. Вы можете выбрать синее, красное, серебристые и другие цвета. Накладки изготовлены из нержавеющей стали, размер 25 см, поставляются по 2 штуки. Водительские перчатки из натуральной оленьей кожи. Перчатки позволяют устранить проскальзывание руля и ручки переключения передач. Особенно это актуально в жаркую погоду, когда руки потеют. Перчатки не имеют подкладки и не закрывают пальцы. Это обеспечивает удобный и прочный хват. Можно использовать не только для вождения, но и для выполнения других работ, где необходим уверенный захват. Так как кожа натуральная, перчатки прочные и долговечные. На выбор черный и коричневый цвета и два размера. Когда вы работаете в условиях ограниченного пространства, например под капотом, то до некоторых гаек и болтов очень сложно добраться. Так как добраться до крепежа рукой и ключом просто физически невозможно, в такой ситуации отлично пригодится удлинитель. Большой плюс удлинителя в том, что он гибкий, а это еще больше повышает ваши шансы получить доступ к нужному узлу. Конечно, таким удлинителям не получится срывать какие-то мощные гайки, но закручивать небольшие болты очень удобно. Продавец предлагает 6 размеров удлинителя под разные головки и трещотки. Когда отремонтировать лобовое стекло не удается, его необходимо заменить. Процесс это непростой, так как стекольный герметик очень прочно держит стекло по краям. Для удаления стекла используется специальный инструмент. Он имеет закаленный наконечник, который вставляется в основание стекла и трос, который приводит в движение наконечник. Этот молоток изготовлен из стали и пластика. Длина наконечника составляет 25 мм, а длина троса 180 мм. Универсальный угловой полюс. Данное приспособление, скорее всего, будет актуально для начинающих водителей, которые пока еще плохо чувствуют габариты собственного автомобиля. Устройство выполнено в виде антенки, которая крепится на кузов и является своеобразным маячком, который отчетливо видно с водительского кресла и который сигнализирует о краях авто. Полюс может быть полезен также для крупногабаритного транспорта, больших внедорожников, пикапов, грузовиков с плохой обзорностью и выступающими элементами кузова. Антенна выполнена из меди и пластика, крепится на двусторонний скотч и имеет длину 42 см в раздвинутом состоянии. В комплекте идут 2 штуки. Если вы увлекаетесь оффроудом, любите заехать в грязь или просто съездить на природу или рыбалку, то дополнительное освещение на крышу поможет избежать неприятных ситуаций. Оно необходимо для того, чтобы лучше видеть дорогу и выбрать оптимальную траекторию проезда препятствий в лесу, на озере, в горах и т.д. Фонари также могут использоваться в качестве габаритных огней в условиях ограниченной видимости, в туман, дождь или снег. В комплекте идут 5 штук светодиодных огней. Есть желтый и белый цвет. Для установки скорее всего потребуется сверлить крышу. Проводка для подключения питания идет в комплекте. Качественные высокие частоты – это хорошо, но только тогда, когда есть и не менее качественные низкие частоты. За этот сектор в спектре звучания отвечает, конечно же, сабвуфер. Без него аудиокартина кажется плоской, ненасыщенной и будто бы неживой. Данный сабвуфер является активным, то есть имеет встроенный усилитель на борту. Размер динамика составляет 5 дюймов, короб выполнен в виде трубы. Сам динамик прикрыт от ударов стильной решеткой. Размер сабвуфера 30х15,3 и на 14,5 см. Номинальная мощность устройства составляет 100 Вт, а пиковая – 200 Вт. В комплекте пульт дистанционного управления и проводка. На многих автомобилях дверные ограничители имеют не совсем эстетический вид из-за совсем оголенных креплений. Решить проблему можно легко и просто с помощью обычных заглушек. Данный вариант рассчитан на автомобили Киа Спорт Эйдж с 2016 по 2018 годы выпуска. Но возможно заглушки подойдут и на другие модели авто, ведь ограничители на многих машинах идентичны. В комплекте идут 4 штуки. Материал изготовления – прочный АБС-пластик, цвет черный. Автомобильные предохранители – очень полезная вещь. Это важная составляющая электросети любого автомобиля. Единственная задача предохранителя – защита от коротких замыканий. Принцип работы основывается на размыкании цепочки путем разрушения своих элементов во избежание негативных последствий. Меняется предохранитель легко, а взамен имеем сэкономленное время и деньги, которые пришлось бы потратить на восстановление всей электросети авто. В данном наборе представлены по 10 штук предохранителей 10 номиналов от 2 до 35 А. Удобная Т-образная отвертка с трещоткой и набором из 21 биты. Отвертка и биты изготовлены из хромово-надиевой стали. Это означает, что инструмент весьма прочный и прослужит весь срок эксплуатации без поломок. Плюсом отвертки является удобная рукоятка Т-образной формы, покрытая резиной. Это позволяет комфортно работать с инструментом даже в самых неудобных местах. Как уверяет продавец, трещотка работает очень быстро, поэтому откручивать различные винты и шурупы вы сможете, не тратя времени впустую. Устройство, которое крайне востребовано в холодных регионах, где зима особенно сурова. Обогрев аналогичен знаменитой системе Webasto, которая очень популярна в России, но его стоимость значительно ниже. Вы можете управлять обогревом дистанционно с помощью брелока, а на небольшом экране с подсветкой вы сможете следить за температурой и работой устройства. Работает он на дизельном топливе, может работать с напряжением 12 и 24 вольта, расход топлива 0,24 литра в час. Многие автомобилисты стараются привнести что-то новое в заводскую конструкцию, чтобы их автомобиль выглядел круче и выделялся среди других. Эта насадка представляет собой модифицированную версию обыкновенного свистка. Можно также встретить название турбосвисток или резонатор. На повышенных оборотах двигателя она начинает имитировать свист турбины. Однако для того, чтобы эффект получился максимальный, нужно правильно подобрать сам свисток. Они есть нескольких видов и размеров в зависимости от объема двигателя и диаметра выхлопной трубы. На этом все, а теперь конкурс. Я разыграю 1000 рублей на счет мобильного телефона или вебмани кошелька, как только под этим видео наберется 1200 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий, по нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором ютуб канале. Вся подробная информация находится в описании.